Совсем немного времени осталось до того момента, когда арбитр из Киевской области Сергей Бойко выведет на поле главной одесской футбольной аренды команды Черноморца и Шахтера, которые разыграют Суперкубок Украины. Как ранее сообщалось СМИ, поболеть за своих прибыли 8 тысяч гостей из Донбасса. Съемочная группа телекомпании «Круг» попросила болельщиков Шахтера поделиться своими впечатлениями. Вся улица Приморская была заставлена автобусами, которые привезли фанатов Шахтера. Да и сам центр города был окрашен в клубные черно-оранжевые цвета команды из столицы Донбасса. Наши черно-синие цвета попадались очень редко. Фанаты Шахтера фотографировались возле одесских достопримечательностей, с удовольствием общались с прессой, хвалили город. Были очень приветливы и предсказывали результат предстоящего матча. В пользу Шахтера, естественно. Хоть составы послабел, но Черноморец, честно говоря, при всем к нему уважению все-таки слабоват чуть-чуть. Ну а с каким счетом ходить? 3-1. Ну, 2-0, 3-1 где-то так. Я был последний раз здесь в 2006 году, конечно, он изменился. Мы еще полностью не осмотрели. Сейчас в катакомбы нам интересно съездить или едем на экскурсию. Ну, конечно, интересно очень. Город, жители приветливые. Выиграем 2-3-0. Можно 2-1? Да, 1-1. Гол престижа будет обязательно. Осматривать культурные достопримечательности, по Дерибасовской гулять. Ну, вообще город отличный. Здесь можно побыть пару дней и влюбиться на него. 3-2. 3-2 в Чуфольск. Шахтер. Шахтер выиграет. Кто забьет? Ну, забьет Веллингтон и Луис Адрианов. Погода у вас отличная, все тепло, нас добродушно встретили. А что вы меня не снимаете? Да? Сейчас куда направляетесь? Пойдем прогуляемся по Дерибасовской у вас, посетим ваши места, достопримечательности, погуляем. И на море, конечно же, соответственно. После моря на футбол. Одесса сегодня по той причине, что она находится дома, да, серьезный отпор Шахтеру. Тем более Шахтер потерял ряд ведущих игроков. А те, которые пришли, ребята перспективные, молодые, но еще не совсем писались. Я думаю, Гай, ну, Гай, Гай, я думаю, поможет. Он захочет доказать, что я с ним рано попрощаюсь. Мне так кажется. Так вообще бывает всегда с футболистами. Фанаты также подмечали, что совсем недавно в Черноморец перешел из Шахтера Алексей Гай. Он может помочь черноморцу сыграть уверенно. Но не более того, считают болельщики. Вы так думаете, Гай нам поможет? Ну, конечно, он у вас как бы, ну, начнет занимать скоро такую, ну, одну из ключевых ролей. Я думаю, поможет, ну, поможет не получить разгром. Как считаете, Гай нам поможет, который на вас ушел? Обязательно мотивация будет большая у нее играть против своих. Да он даже, он просто поможет даже информацией. Он просто много расскажет о команде, и это существенное преимущество для черноморца. Впрочем, были и такие гости из Донбасса, которые вспомнили, что еще объединяет наши команды. Многие у нас на Донецке думают, что наши две команды объединяют великий человек. Это Виктор Прокопенко. Он сделал много и для донецкого Шахтера, и для черноморца. Что ж, нам остается только пожелать болельщикам обеих команд увидеть зрелищный и красивый футбол. А донецким гостям добраться домой без особых приключений. Анатолий Косин, Екатерина Булучева, Евгений Войтенко, телекомпания Круг.